Должны были цифры в глазах уже появиться к концу сегодняшнего дня. Одежда на жизнь и на хорошую жизнь. Слава Богу. Спасибо. Это дороги, это здравоохранение. Друзья, время закончилось. Элементного структура. И тогда эти два представления соединяются. В 11.05 я остановлю тайна. Первоначально, когда мы начинаем, у нас людей, которые готовы что-то делать, их нет. Говорил о том, что да вообще человечество живет в последней стадии своего развития и дальше будет еще хуже. Это 14-й год, он большой. 16-й год, миссия, темы, цели и направления, стратегия насаждения, привлечение материальных ресурсов. То постепенно это все выстроится, да? Люди, которые могут либо на аутсорт-филье работать с бизнесом, либо взять сотрудниками в дальнейшем, да? Да? Давайте обсудим, как вы видите. Мы нарисовали для оси, для двух корпораций тут. Что у нас есть? Нет, у тебя 10, у меня 10. Ну, наверное, да. Честно говоря, я в таком формате первый раз. Когда люди не понимают, чем занимается компания и в чем смысл ее деятельности, им не помогает никакая ни мотивация, ни наказание. Но эта война коснется, в общем, каждого из нас. И она будет проходить по людям, и каждому придется с ней встретиться. В группе можно сократить то количество усилий, которые придется делать, потому что мы рассчитываем друг к другу. Поэтому группы эффективны и всегда выше. Это будет формирование общения, по поводу трех поколений, по поводу даже четыре. У нас такая. Это весьма и весьма опытный экспериментальный проект. И вы сегодня в этом эксперименте приняли участие. Спасибо вам большое за это. Здесь работают четыре, ну, по шесть человек, а сейчас у нас образовали столы по восемь, по девять человек, а один столы пять. Вот можете мне объяснить, как на кем может происходить? Четыре, пять планов у организации. Это план структуры, то есть из чего состоит структура предприятия. План процессов, какие процессы проходят внутри. Функциональный план, то есть как каждый элемент структуры, вот каждый, что там, каждый человечек, за что он отвечает, то есть какая у него функция, план связи, кто каким образом с этим совсем связан, план материалов, как движутся товары по этому всему. Вся компания должна представлять, как она работает, как один организм. То есть она одновременно должна быть часовым механизмом, в котором все винтики крутятся, ну, смазанные, и все понимают, зачем они работают и что там происходит. И одновременно эти же винтики в какой-то момент должны быть человеком, большим коллективным мозгом, таким коллективным разумом, чтобы смотреть, а не сломалось ли там что-нибудь у меня внутри, а как изменился мир вокруг, чтобы теперь эти часы по-другому пошли. И этим вот надо заниматься, конечно, ну, постоянно.